Приветствую вас! Давайте мы разберем ваш вопрос. Встречаемся с парнем 9 месяцев, 3 месяца живем вместе, отличный человек, все устраивает, я очень счастлива. Неделю назад он был на работе ДР, коллеги, приехал домой пьяный, это продолжалось 2 дня, потом мы пошли на ДР к его другу, там он тоже пил. В итоге он 4 дня находился в состоянии алкогольного опьянения, сейчас 6 день он не пьет, но ему все еще плохо, обещаю, что такого не повторится. Я сомневаюсь в этом, как поступить. Человеку здравует абсолютно во всем, кроме этого, но и повторения о такой ситуации не хочу, еще боюсь, что дальше это может продолжаться в форме алкоголизма. Ну, вообще говоря, ваши опасения, конечно, ясны и вполне понятны. Только важно понимать, что вот в опыте, в практике психологов по работе с созависимыми и, соответственно, зависимыми. Есть такая тенденция, что если человек созависимый выделяет алкоголизм или какую-то другую зависимость как нечто отдельное, то есть, например, боится ее, пытается ее избежать и так далее, то в целом это проявляется в виде контроля. То есть, такой человек, он склонен контролировать себя, например, свое поведение. Вот. И этот контроль, ну, как вот, как правило, такой контроль приводит к тому, что, как бы, партнером в отношениях с таким человеком, вот, становится тот, кто нуждается в этом контроле. То есть, тот, кто, ну, наверное, себя меньше контролирует, да? Вот. А это как раз можно сказать, да, что являются вот, ну, люди с различного рода зависимостями. Как раз. Как раз таки. Таки. Вот. Поэтому, если вы как-то вот для себя, ну, если вы сами для себя, выделяете этот момент, ну, момент, там, алкоголизма, скажем так, да, и так далее, вот, если вы для себя этот момент как-то вот обособляете, то есть, на мой взгляд, большая, очень большая вероятность того, что следующий ваш партнер будет тоже обладать, как бы, какими-то, ну, какими-то проявлениями зависимостями. Зависимостей, скажем так. А, значит, в чем дело? Да, почему так происходит? Источник этого такого поведения заключается в том, что вы пишете, вот, отличный человек, все устраивает, я очень счастлива. То есть, ваше счастье здесь как будто бы зависит от него, от человека, который рядом с вами, вот. Это влияет на ваше, там, состояние, это влияет на ваше ощущение. Но получается, что вы выбираете такого партнера, который дает вам вот как раз чувство счастья, которое вас устраивает. Чем сильнее у вас некая такая, если хотите, потребность в том, чтобы человек был каким-то определенным, чем сильнее вас потребность в том, чтобы человек вел себя каким-то определенным образом, действовал каким-то определенным образом и так далее, да, чем у вас выше пребывание к поведению человека, вот, тем более склонны вы выбирать людей, ну, таких, знаете, вот, что называется, внешне стабильных, да, то есть, они такие правильные, они все время знают, как нужно, да, то есть, создается вот это ощущение стабильности. И у таких людей, что называется, происходит с рыбы, конечно, ну, это необязательно алкоголь, да, то есть, алкоголь это лишь форма, да, проявление. Вот, может быть, естественно, что-то другое, вот, совсем необязательно, ну, совсем необязательно конкретно алкоголь. Но, вот, алкоголь это вот одна из таких, ну, наверное, самых распространенных проявлений. И, соответственно, нужно действовать здесь в двух направлениях. Направление первое, направление первое, это когда мы, значит, берем ответственность за свое собственное состояние. То есть, когда мы не ищем стабильности в другом, когда мы учимся оперяться на себя и, в общем-то, самостоятельно, да, организовывать вот некую свою безопасность, да, самостоятельно. Как-то вот посмотреть, что мы можем сделать, чтобы чувствовать себя хорошо, лучше, комфортнее, удобнее и прочее. Вот, это первое направление. Но второе направление, это, конечно же, разговор с партнером, но не в русле, не в том русле, что вот, значит, давай, ты обещаешь, что больше не будешь, там, пить и так далее, вот, ну, ничего хорошего из этого, смею вас заверить, не получится, потому что подобные обещания, они делаются из, ага, из чувства вины, вот, то есть, ну, то есть, если человек обещает, вот, что-то такое, да, то это вот, как правило, из чувства вины, это обещается, и если это обещается из чувства вины, да, то вот, ну, нужно понимать, опять же, что подобного, подобного рода обещания, да, они, вот, как бы, ну, актуальны, скажем так, только пока действует, только пока действует чувство вины, вот, соответственно, соответственно, вот, если чувство вины уходит, да, то есть, ну, если чувство вины исчезает, вот, то исчезает, и вот это вот, собственно, собственно, ну, тенденция человека к тому, вот, чтобы, ну, так действовать, потому, чтобы, вот, так себя вести, и, можно сказать, ну, что это очень ненадежный такой мотиватор, да, чтобы, ну, там, человек, допустим, ну, чего-то не делал, к примеру, вот, то есть, ну, вот, это, ваше желание, чтобы, чтобы человек, там, допустим, ну, допустим, чтобы он, чтобы он не пил, да, ваше желание, оно, понятно, ну, и оно естественно, вот, но, тем не менее, тем не менее, что называется, ну, от того, что, вот, вы этого хотите, да, ну, вот, ну-то, мало что изменится, вот, поэтому необходимо говорить с человеком, на мой взгляд, в том ключе, что, вот, ну, вот, то, что произошло, да, то есть, само по себе не страшно, да, вот, но, там, допустим, то, что ты можешь, вот, например, вот, столько времени, там, допустим, пить, да, и так далее, вот, ну, наверное, это о чем-то говорит, да, то есть, наверное, это о чем-то говорит, и это говорит, ну, возможно, о том, что, вот, что ты, вот, ну, что ты хочешь расслабиться, да, допустим, да, вот, что, тебе хочется расслабиться, что ты, вот, ну, что ты нуждаешься в этом, в том, чтобы расслабиться, и это нормально, каждый человек нравится в том, чтобы расслабиться, но ты, как бы, вот, ну, вероятно, не умеешь расслабляться, вот, поэтому, давай посмотрим, вот, например, где, где у тебя могут возникать, ну, какие-то напряжения, просто вот, смотрим, поисследуем это, вот, а где у тебя могут возникать какие-то, ну, какие-то просто напряжения, да, вот, где ты себя, там, не знаю, перетягиваешь, вот, где ты себя, я не знаю, там, передавливаешь, например, да, вот, и так далее, то есть, эти вот вещи, на эти вещи нужно обратить внимание, ни в коем случае не запрещать, а, человеку, там, употреблять алкоголь, если он этого хочет, пригнал, вы не можете, вы не сможете, вы не сможете никому ничего запретить, это важно понимать, вот, ну, вы можете, конечно, вот, попробовать, вот эту вот всю историю актуализировать, актуализировать, что называется, вот, я думаю, как-то так, конечно, если у вас есть травмированность, если у вас есть травмированность, там, допустим, ну, что кто-то из, вот, например, членов вашей семьи, да, там, злоупотреблял, алкоголем и прочее, вот, если что-то такое у вас есть, ну, было, или если что-то такое, что-то такое у вас есть, вот, и вы, соответственно, травмированы этим, просто, вот, вот, то, само собой, вам нужна помощь, в проработке этого, вот, в проживании этого, ну, потому что, опять же, если этого не делать, да, то кто, вот, на вас будет оказывать влияние, причем влияние, ну, к сожалению, довольно сильное, довольно серьезное, вот, и, в общем-то, будет, будет вам тяжело, вот, чаще всего, чаще всего, все развивается по такому сценарию, да, вот, значит, человек обещает, что больше не постарится, вы как-то, ну, хоть и, там, с трудом, с неохотой, но верите, вот, человеку. Далее происходит такая ситуация, что человек нарушает свои обещания, потому что, ну, ведь, пока он вам обещал, да, и пока он, как-то вот, я не знаю, свое обещание сдерживал, да, это, ну, требовало, 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 напряжение, как вот, и, соответственно, это напряжение, оно, вот, приводит тому, что человек, человек срывается, опять, вот, вам, вам же, вам же, в свою очередь, кажется, что, ну, вот, там, еще чуть-чуть, вот, ну, вам, в свою очередь, вот, кажется, что, еще немножко, вот, скажу, что называется, да, вот, еще немножко, еще чуть-чуть, и, вот, ну, человек не будет, ну, больше не будет, ну, больше не будет, вот, что называется, больше не будет, так вот, себя вести, вот, то есть, это вот, современная одежда, за время то, что, вот, еще немножко, еще чуть-чуть, вот, и, в итоге, как-то вот, ничего, в принципе, не получается, вот, и, в общем-то, только какое-то разочарование, ну, какое-то разочарование происходит, вот, и все. Поэтому, по возможности всех этих вещей можно, нужно избегать, вот, ну, психологи могут помочь вам, этого всего, этого всего, этого всего, избежать, вот, если, если у вас есть, ну, желание, да, этим заниматься, вот. Ну, тут очень многое зависит от вас, конечно, вот, тут очень многое зависит от того, каком направлении работают, хотите вы сами, вот, так что выбирайте, выбирайте себе, выбирайте себе психолога, вот, специалиста и начинаете, собственно, работу индивидуальную, вот, я думаю, что вам можно помочь, это, ну, не, так уж, прямо сложно, вот, ну, а на этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, как минимум, вот, желаю вам всего-всего самого доброго, удачи, буду вам благодарен, за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, и позволит вам сформулировать базовые платы для психотерапии.